привет друзья с вами рома и канал просто симулятор продолжаем играть парнях симулятор 22 на конверте легендарной карты соснов конверт как вы помните из fs 17 друзья в fs 22 вот как видите у меня убирает вектор в данном случае пшеницу но пока он это делает мы отправили как раз таки бота будем заниматься мы займемся тюковкой соломой делать будем это на свеженьком моде тюковщиков prf 180 очень интересное устройство ранее неоднократно показывал в обзорах по разным картам как пику солому там сена на пиковщики prp 16 вот теперь появилась вот у него такая интересная альтернатива пиковщики разные по подходам по объемам работы и в общем-то решил поэкспериментировать с этим тюковщиком но чем он отличается от того который мы неоднократно уже видели ну во-первых хотя принцип работы у них один и тот же не менее различий во-первых объем данный тюковщик prf он может намотать там натюковать 7000 литров например соломы то же самое prp 16 у того объем на 5000 литров подборщик там почти одинаковый prp 16 собственно 16 метра у prf 165 чуть побольше кстати говоря это 5 сантиметров решают например вектор разбрасывать солома довольно-таки неслабо prf все подбирает общем-то не пропускают такие по поедем по широкой колее оставленный комбайном там без проблем он все захватит принцип разгрузки один и тот же бункер как только 8 процентов набивается начинает сигналить достигает 100 процентов здесь открывается самостоятельно момент разгрузки он не подбирает больше солому разгружается тюк выходит после чего бункер закрывается и дальше можно ехать собирать на prp 16 там несколько другая схема там он самостоятельно в момент набирает сто процентов он опять же перед полностью загружен тюковчик он перестает подбирать солому надо нажать на y он разгружается после этого после завершения разгрузки надо опять ручную на y закрыть собственно спать подборщик и дальше ехать уже заниматься своими делами тюковой соломы как видите тут несколько ну такой кайк нет поэтому подборщик задевает тюк спокойно про проходит через него крышку пресс подборщика ничего страшного не происходит на prp 16 такого там невозможно там обязательно с эти будут проблемы там все задевает все работает все тактильные в общем то чем мы в данный момент для чего мы что солому собираем все таки дошел до того момента когда хочу заняться коровником потому что не видит не хватало соломы для того чтобы по полноценному на смесь готовить есть у нас и силос есть у нас готовая сена все вы видели предыдущих обзоров по карте если не видели то в плейлисте на моем канале можете в плейлисте называется фс-22 карта сосновка посмотреть все видео как я в общем как мы хозяйство прожило с августа получается прошлого года здесь играю в годичном цикле 12 месяцев вот там все подробности развития моего хозяйства есть в общем то сейчас прекрасно последний ингредиент бываем для нашего коровника солома это подпилка во вторых солома это составная часть моносмеси так у нас там наш помощник с забитым бункером на векторе надо отправиться туда разгрузить его все таки не использую курсплей поэтому делаю в общем-то многие совершаем многие процессы вручную часто стоят и нашему боту будем помогать также вручную подводим к нему камаз он разгрузится и дальше пойдем тюковать вектору к сожалению приходится регулярно подъезжать и даже сам когда играю все равно разгружаться приходится регулярно потому что там объем будет как всего 6000 литров для ряда но чем был удобен комбайн когда я его покупал для своего сосновского хозяйства цена его небольшая поэтому сильно по карману не ударило так что в общем-то этим оправдывалась покупкой вектора он разгружается грязный конечно как сволочь потому что я его после первой уборочной компании получается в области когда стартовала моя игра в сосновке я его не помыл ну и тут уже два поля убрал маленьких грязный конечно в узкой там были кабине черте что творится с другой стороны очень колоритно сразу видишь комбайн находится в работе камаз тоже понемножку загрязняется но он действительно очень быстро пачкается стоит ему несколько раз еще помочь разгрузиться комбайн он будет абсолютно грязный ну что друзья продолжим тюковать нашу солому в общем-то я решил тюковать солому здесь обоими тюковчик мне и prp 1.6 тоже остался и не стал продавать они дешевые дешевые например купить вот этот прf стоит 5000 уе а прп два раза дешевле почему я собираюсь так комбинировать потому что собираюсь я очень сильно потратится на кармосмеситель понятное дело дефолтный зарубежный отечественные использовать там там всего один и объем очень маленький дело в том что солома очень сильно влияет на то будет у нас фураж кармосмесители или получим у нас смесь там надо очень четко дозируется вот когда тюк 5000 литров как на prp 1.6 там удобнее влиять на получение моносмеси в итоге 7000 литров я не знаю даже в самом большом кармосмесителе там есть возможность в общем-то не получить моносмеси а все-таки кураж поэтому этим пиковчиком prf заготовим солому для под скилки это удобнее иметь большие тюки в 7000 литров а другим уже по пресс подборщикам 1.6 я уже потом пройдусь по большому полю и соберу соломку закипую для уже непосредственно моносмеси поэтому вот такой мазохист работать собираю сразу на интернет мне просто было интересно друзья попробовать этот новый мод все-таки он совсем недавно появился и смотрится очень здорово опять же несколько другая механика работа с соломы хотя все похоже но тем не менее глядя на этот вращающийся пресс-подборщик так и хочется сказать вращайте барабан чувствуешься прям таким сельскохозяйственным никубовичем действительно здорово смотрится поэтому мы и вращаем его потихонечку пикуем в принципе глобальных планов кроме коровников пока никаких это наверное единственное последнее из того что на что я потрачусь очень сильно потому что если вы посмотрите мое предыдущее видео я не стал коровник весной запускать марте месяц тогда я решил все-таки поставить теплицы теплицы в общем-то за те месяцы которые они отработали получается апрель и июне чуть-чуть июля на ней почти отбили свою стоимость поставил 5 больших теплиц каждая стоимость по 10 тысяч у нее ну то они практически отбили свою стоимость поэтому дальше они будут зарабатывать уже воды там еще предостаточно потому что емкость там баков воды в каждой большой теплицы по 20 тысяч литров то есть за глаза там еще месяца на три хватит а то и больше ну и за это время запустим аккуратненько коровник скорее всего влезем в кредиты потому что что-то не хочу ничего из техники продавать ну и дальше уже будем обиваться на молоке и собственно говоря салати которые выращивают в теплицах ну и дай бог в зиме хотя бы вылезти из долгов не хотелось бы очень сильно изсидеть в кредитах я вообще не люблю пользоваться этой функцией опции но тем не менее в данном случае придется это сделать друзья чтобы развивать хозяйство продавать технику не хочется не так много того что можно за 3 дорога продать основа моды советские из действительно такой существенно дорогой техники только сейлка amazon citran тут самая большая на больше 200 тысяч стоит новая на соответственно продавать ее 1150 мы за нее там выручим ну как бы тоже не решение проблемы поэтому проще какое-то время кредитами поселить опять же продадим впоследствии урожая пшеницы по максимальной цене в зиму сейчас конечно не имеет смысла продавать по минимальной поэтому проще в кредит залезть чем сейчас урожай за задаром просто отдавать поэтому друзья вот такие планы так будем развиваться в общем пока сейчас пострадаю с уборочной кампании истюковкой ну а дальше уже покажу впоследствии как я буду запускать коровника куда лазить долги но это уже другая друзья история но меня в общем-то уважаемые мои товарищи коллеги по хозяйствам на этом все берегите себя будьте здоровы берегите своих близких наше непростое время удачной вам рабочей недели всего наилучшего пока пока удачной кампании